Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, дорогие мои, несмотря на трагические события, ну, в Украине, несмотря на такую необычную ненавскую погоду, это наша такая видимая временная жизнь. А вечная жизнь, которая у Бога нам говорит о других событиях, которые имеют вечное значение. И вот сегодня мы с вами празднуем, однако, радостный праздник благовещения, радостные вести. Радостные почему? Потому что к нам, к людям, приходит Сан Творец. Тот, о котором Евангелие Таанна говорит в самом начале, Евангелие, которое читается на пасхальной литургии, «Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово стало Богом. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины». Вот такое удивительное событие, что то Слово, в котором творится весь мир и каждый из нас, и это Слово становится как один из нас. Иоанн не объясняет, как происходит. Он говорит о внутренней сути вот этого удивительного события, благой вести, радостной вести. Он не повторяет того, о чем уже сказали евангелист Лука, вот Евангелие, которое мы сейчас слышали, и Матфей, который рассказывает о том, как ангел является Иосифом, и успокаивает его, чтобы он не возмущался, не гневался, не терзался, когда увидит, что жена ожидает ребенка. Собственно, не жена, а невеста, что это от Духа Святаго, что это исполнение Божьего обетования, которое еще сказано во Второй книге Бытия, что семя жены сотрет главу змея, дьявола, которое творит в мире всякое зло, всякое наше нездоровье, войны, распри, и международные, и внутрисемейные, и внутри прихода. Вот, все это творит сила зла. А вот Господь приходит и все это удаляет. Начинает с нас, с нашим участием, не без нашего обращения и покаяния. Поэтому роль человека в истории мира грандиозна. И человеку дано, ведь мы видим такую удивительную возможность в сущности ядерной войной уничтожить весь мир. Но он также может ее сохранить, устанавливая доброе отношение, устанавливая ту жизнь, такую жизнь, каждый из нас, о которой нам говорит Евангелие. И вот Лукай Матфий раскрывает нам это событие. И в этом празднике мы видим и любовь Бога к человеку, и свободу человека. Ведь величайшее уважение Бога к человеку, без согласия человека, Девы Марии, без того, что она, если бы она не сказала этих слов, «Сероба Господна, да будет не по слову Твоему», этого бы не произошло. И мы бы жили все еще в Ветхом Завете по закону, там строгое все соблюдение. Вот то, о чем тот же Евангелист Иоанн говорит, что закон дан через Моисея, как бы для детского возраста человека. Вот это можно, это нельзя. А затем уже, а благодать же истина, произошли через Иисуса Христа. Что уже нельзя охватить все многообразие человеческой жизни законным, предписанием. И поэтому к нему еще предлагается и благодать, необходимая для правильных поступков. Конечно, не просто человека, через человека любого, как наугад, а через избранного сосуда. Неслучайно ангел говорит Марии, когда является, радуйся благодатная. Это первые его слова, еще до благовещения он говорит ей о том, какое она место занимает в глазах Бога. Господь с тобою благословил и ты между женами, то есть между всеми женщинами, ты особо выделяешься, ты особый сосуд. И затем говорит вот об этом явлении. И сказал ей ангел, не бойся явления моего к тебе. Не бойся, Мария, ибо ты обрала благодать у Бога. И вот заснешь во чреве и родишь сына, наречешь имя ему Иисус. То есть Бог спасает. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Вот этот царь Израиля, который, несмотря на свои, так сказать, иногда и нехорошие поступки, вот был избранником, избранником, который лучше всех остальных проводил в жизни, вот волю нашего Небесного Отца. И будет царствовать, вот сын твой, над домом Иакова вовеки. И царствия его не будет конца. Речь идет о спасении всех людей. Царствия его не от мира сего. Это не просто вот установление, здесь на земле будет все благоденствие, хорошо, нет. Здесь будет сопротивление, войны и все прочее. Но мы приходим к будущему царствию, царствие небесное. И оно не от мира сего, как и Господь говорит допрашивающему Пилату, что царство не от мира сего. И в том отрывке с послания к евреям, которого сейчас читалось перед Евангелием, послание, которое в целом именно обращено, очень глубокое богословское послание, которое говорит о том, кто же вот этот, родившийся от Марии, кто же этот Иисус, который был распят и воскрес. И там такие замечательные слова. А как дети, то есть дети Божии, все мы, причастны к плоти и крови, то и Он, Спаситель Христос, также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти, то есть силу смерти, то есть дьявола. Сын Марии принимает от Него наши человеческие плоти и кровь, чтобы разделить с нами со всеми все человеческие страдания, даже самую смерть, и победить все это воскресением. Не случайно праздник Благовещения всегда приходится на время Великого Поста, как мы готовимся к этому событию добровольной жертвы Сына Божия и воскресения, и что через нее приходит не без участия человека, а с нашим участием. Поэтому и огромная ответственность на всех людях и на каждом из нас. И как в Марии Духом Святым рождается Господь, так и в нас тоже должен рождаться Господь. Мы принять Христа в свое сердце, в свой Дух. Бог, потому что именно через это, как и говорит апостол Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Пока как мы можем лишь в малой мире об этом сказать, но это в нас заложено, это от нас ожидается. И Мария разделяет со своим Сыном и с каждым из нас все страдания мира, в том числе и которые сейчас нас обуревают. Поэтому мы и обращаемся к ней с нашими нуждами и бедами. Благородно сидел и радуйся. Благодатно вери Господь с тобой. Благословен ты в женах. И благословен плод чрева твоего. Яков спасся, родила, и си души наших. Аминь. Аминь.